Восьмое августа застало нас всех в Красноярске. Мы должны были встретиться с лидером партии «Единая Россия», премьером России Владимиром Путиным. И у нас, так как большая разница во времени, между Южной Осетией и Красноярском, а это 5 часов, то у нас уже был день, а у вас... То есть мы одни из первых в стране узнали об этом. И поэтому не мудрено, что я один из первых позвонил своему товарищу в Северную Осетию и узнал, что же все-таки происходит. На что Тимур мне сказал, что он уже на машине, что он уже в Южной Осетии и что он движется и продвигается к Цхинвалу. Вы знаете, время... Я думаю, что вы со мной согласитесь, что время тогда тянулось очень тяжело. Открытие Олимпиады. Мы уже вовсю бодрствуем в Красноярске, а Москва еще спит. Ну, я имею в виду основные жители, потому что я думаю, что руководство нашей страны, оно уже не спало. И вот эти минуты до принятия решения, что 58-я армия идет к вам на выручку, для нас были очень тяжелыми. Очень сложными. Я вот, ну, без всякого там пафоса это говорю, потому что у нас произошла дискуссия там же, в лагере в Красноярске. Были ребята, которые говорили, а зачем же, вот, почему русские туда заходят, почему русские солдаты должны гибнуть там. Вот. На что я вышел и сказал, чем отличается молодой человек, вот, например, от меня. У меня темная кожа, темные глаза, черные волосы. Я родился в СССР. У меня... Я родился в Советском Союзе. Как и большинство тех, кто погибало в этом... У них такой же паспорт, как у меня, у большинства. Паспорт Российской Федерации. Чем я, моя семья, отличаются от тех, кто гибнет сейчас под снарядами режима Саакашвили? Ничем. И я для себя вот четко тогда понял, что если бы я тогда... Ну, если бы я был в вооруженных силах, я был бы здесь. У меня никаких... У меня никаких сомнений не было. Вот у меня лично, у всех моих друзей, что Россия должна помочь. Но вот эти минуты до принятия решения, вот, еще раз говорю, они... Каждая на сердце отражалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...